Всем огромный привет из Баркарес. Я думаю, что это будет последний блог из Баркарес с отпуска, потому что завтра у нас очень много дел, сборы и потом дорога в Прованс. Прованс, Бинто. А сегодня мы едем к сестренке провести вечер вместе и будем заказывать пиццу, наболтаемся, напьемся вина, хотела сказать, как всегда. Туристы. Ну, короче, будем проводить вечер вместе. Надеюсь, что уже скоро снова увидимся. Хотелось бы вернуться в августе, если будет несколько дней. Ну, посмотрим. Жизнь покажет. Поэтому. Все прекрасно. Погода сегодня 30 градусов. Правда, такие волны сегодня, потому что ветер. Мужчины болтают, а мы работаем с Олей. Ну, вот, Кристин мне подстригает челку. Сходила Лена. На-богу я, Лёш. Сходила в парикмахерскую, заплатила 50 евро, и через две недели Кристин подстригает челку. Видите, какой профессионал. Жду красотка. Все, я уже красиво. Накрываем аперитивчик. Что у нас сегодня на аперитив? Пока пиццу нам... Мы заказали пиццу. Пока ее делают. Аперитив. Орехи. Хумус с базиликом. Долма. Кто хочет? Крекеры, чипсики и оливки с миндалем. И красное, розовое вино и пиво. Владислав с Александром поехали за пиццей. Ну, а мы к пицце, конечно же, овощи. Как же без овощей? Оля натушила вот такие замечательные кабачки с брокколи. Смотрите, какие красивые помидоры цветные. Кто захочет, цикорий. И какое мы вино сегодня пьем? Кот Дюрон. Органическое. Кока-кола у Владислава. Мужчины принесли пиццу. Это 4 сыра. Любимая пицца Владислава. И, кстати, она бесплатна нам. И вот эта пицца. Первый раз мы заказали с грибами, картофелем, курицей. Все, что надо. Прямо ПП пицца, можно так сказать. Стоит каждая пицца 12,60. Но так как мы и раньше брали пиццу, то мы заплатили всего за одну пиццу и вторую бесплатно. Вы скажете, две хватит? Да. На всех хватит, потому что мы едим пиццей немного. И у нас еще овощи. И свежие, и тушеные. Поэтому пиццу мы едим правильно. Вот такой вечер пиццы. Всем привет! Вчера не показалась челкой, как мне Кристиан подстриг. Сейчас кто-нибудь опять напишет ободранная челка. Но мне нравится. Вот он такой молодец. Вот как красиво меня подстриг. Что мы делаем? Мы сейчас поедем забирать Олю. Я сегодня целый день собирала сумки. Готовила снова квартиру. Размонаживала маленький холодильник. Чтобы завтра с утра по-быстрому-по-быстрому все доделать. Дособирать сумки. Собрать холодильник. И завтра мы в дорогу в Прованс. Александру вообще не хочется. И мне не хочется. Прям вообще. Уэпа. Но. 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 А сегодня мы решили съездить купить наш любимый кофе. Съездить еще раз в сток. Купить вина. Оставить здесь. Докупить все, что нужно родственникам. Короче, после обеда у нас закупка. Закупка. Домой. Нам много всего не нужно. Но все равно. То, что не можем так купить. Александра обожает хлопья из вабовых. Поэтому нужно хлопья для салата купить. И потом вам все покажу. Если вам интересно, конечно же. О, у меня окошко открыто. Вы, наверное, ничего не слышите. А вы, глядь. Плитрус. Смотрите, какая у нас погода. И мы завтра уезжаем. И передали здесь дождь, кажется. Ну и сегодня передавали дождь. Хотя жаре еще 32 градуса. Мы даже сегодня не успели на пляж сходить. Со всеми домашними делами. У меня еще с утра была работа. Скли. И поэтому как-то так. Ой, ну какие были замечательные каникулы у нас. Отпуск был. Такой спокойный, хороший, домашний. С родственниками. Вот бы еще месяцок побыть. Но всем нужно на работу. Мы приехали на заправочную станцию. Сколько стоит сейчас наш бензин? Бензин стоит евро почти 85. Сейчас мы сразу заправимся. Чтобы завтра в дороге не заморачиваться. Ну да. Французы в шляпах. Мы с Олей в строительном магазине выбираем. Вон, стройняшечка. Сустреночка. Сова-сова. Мерси богу. Мужчина. Извиняйте. Ей для дома что-то надо. Кристина там переделывает. Мы ищем замазку какую-то. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Кисточки, кисточки. Кто любит ремонт делать? Напишите в комментариях. Мы уже заехали. Мороженое поели снова. Здесь отрываемся по мороженому. Я уже килограмма полтора набрала на лесах. Ну, дома все скину. Я знаю, как это быстро сделать. Поэтому у меня без проблем. Алло. Все нашли. Все купили. Сейчас на автоматической кассе. Просканировали продукт. И все. Сейчас оплачиваем карточкой. И забираем. Хорошо, как все автоматические такие. Ну, вот и закончился наш замечательный отпуск. Пять недель. Представляете? Пять недель пролетели, как один день. Так было хорошо, уютно, по-домашнему. Мы себя чувствовали, как дома. Ну, мы и были дома. И поэтому уезжать совершенно не хотелось. Даже сегодня собирали сумки. Все там в квартире доделывали. И я даже ничего не снимала. Хотелось побыть в домашней обстановке. У себя. И побыстрее вернуться в парк РЭС. Как же Александра любит здесь находиться. Мечтает переехать уже сюда. Вот, вчера с Олей, с Кристином тоже прощались. Грустновато, конечно. Но решили, что скоро уже встретимся. Поэтому сейчас дорога в Прованс. А вот, в Провансе у нас не знаю, что нас ждет. Потому что приходила сестра Александра. Дома поливала цветы. А говорит, на улице. Вы же мне сказали не поливать. Потому что там автоматический полив. И она даже и не посмотрела. А они не включали автоматический полив. И все засохло. Так что наш сад-огород, наверное, в печальном состоянии. Ну, что теперь делать? Вот так. Едем. На полдороги решили остановиться, попить кофе. Александру отдохнуть надо. Съесть дольку черного шоколада. Подзарядиться. Владислав не знает, что хочет. Так что пойдем за кофе. Попили с Александром кофе. С миндальным молоком. Съели черного шоколада. 99%. И несколько миндальных орешков. Очень вкусно. Стыдно. Теперь до дома. И дома приготовим. Замечательный обед. Кто-то мне написал. Ой, Дюмоны жадные. Так и не вышли в ресторан. Откуда вы знаете, вышли мы в ресторан или не вышли. Ну, для кого жадные, для того жадные. Мы очень любим наше питание. И мы очень вредные в ресторане, конечно. Смотря цены, которые сейчас в ресторане. Ну, не знаю. Захотите вы за такую цену есть какую-то неизвестную рыбу. Ну, может быть, все совершенно разные. Если выбрать хороший ресторан, то, конечно. Ну, мы вот такие. Дюмоны не такие, как все. Что я бы хотела сказать. А, вы меня всегда спрашиваете рассказывать больше про цены. Про цены я рассказываю на канале «Экономная сибирячка» во Франции. Ну, сейчас вот расскажу. Мы зашли на станцию. Сколько там стоит? Бутерброды. Точно такие же бутерброды, как в магазине «Лидл», «Альди». Там, во всех этих магазинах, там эти бутерброды стоят, наверное, евро 20. Здесь стоит каждый бутерброд 6,60. Представляете, как наживаются на туристах. Затем «Покеболь», которые мы брали, вот когда ходили там в небольшую такую закусочную с Александром. И я вам выставляла. Там они стоят, ну, ты там сам набираешь ее, и там все свежие продукты. Там такая чашечка стоит 11 с чем-то. Здесь на дороге небольшие чашечки приготовлены. Кстати, написано «Хелси фуд», то есть здоровое питание. Такой стенд новый. И стоит 9,90. Но ты там ничего не набираешь, там уже что-то сделано. И она намного меньше по объему. Затем салат фруктовый, я посмотрела, если взять вот к этой вот чашке, он стоит 4,50, кажется. И кофе мы взяли с миндальным молоком, стоит 3,40. Мы посчитали на каждого человека, если просто немного вот перекусить, вот такой небольшой полезной чашкой, там злаковый, ну, все собрано. Немного там рыбы, немного там овощей, совсем небольшие чашки, и сняла я вам. На каждого надо по 19,90, по 20 евро. Взять небольшую чашечку, без бутерброда, небольшой салат, и фруктовый, и кофе. Если хочешь плюсом бутерброд, то еще 6,60. То есть, получается, где-то 27 евро на каждого человека с бутербродом. То есть, поесть, вот остановиться, закусить можно, так сказать, посчитайте, сколько нужно. Ой, ну, кому хочется такие деньги тратить на дороге? Тратите, конечно, но многие французы просто делают бутербродики дома и на дороге перекусывают. То же самое получается. Или заезжают в какой-нибудь магазин Lidl и покупают. А нам зачем это делать, если у нас тут всего-то, если вот на дорогах, как сегодня, машины... Сейчас покажу вам. Видите? О, где-то, наверное, около трех часов, может быть. Нет, два с половиной часа. Ну, вот остановились, кофейку хряпнули шоколадом, и доехали до дома, и пообедали. Вот. Поэтому у каждого свои ценности. Я никого не осуждаю. Кто хочет, ходит каждый день в рестораны, кто хочет там... Но, не знаю, вчера была передача по телевидению, французы, многие отложили свой отпуск на конец августа. И поедут в конце августа, будут снимать на одну неделю, на две недели. И то в этом году вообще цены все равно очень-очень дорогие на съем квартиры и на съем вот этого отпуска. Нам, мы выбрали то, что мы купили квартиру, да, кредит, он у всех кредит, но зато мы можем в этой квартире оставаться сколько можем. Вот сколько отпусков мы оставались почти пять недель, представляете? За пять недель там бы мы сколько заплатили. Ну, потом, может, выбор один, кто-то пишет, там какие-то забегаловки, маленькие комнаты. Нам хватает. Мы же там пока не живем. А вот. Я на сегодня лохматая. Так что, как-то так. Каждый функционирует так, как ему нравится. Нам нравится наша жизнь. Мы обожаем такую жизнь, да. Мы с Александром рациональны, экономны и у нас другие. Нам сейчас приоритет выплатить все наши кредиты, выплатить кредит за машину. Мы ее взяли на шесть лет. Кредит достаточно большой, по 400 с чем-то, 450 евро, да. Но мы постараемся с ним работать очень хорошо и выплатить достаточно быстро. А потом посмотрим, что мы будем делать. А за паркорез у нас уже остался небольшой кредит. Мы его постепенно добавляем, выплачиваем. Заработаем деньги, выплатили какую-то часть. Заработали, выплатили какую-то часть. Вот так мы функционируем. Так что, мы в Прованс. И всегда в хорошем настроении. Что и вам желаем. Живите так, как вы считаете нужным. Не смотрите и не сравнивайте никого, ни с кем. Ни с родными, ни с друзьями, ни кого-то. Вы можете на кого-то там, кто вас материвирует, равняться чуть-чуть и улучшать свою жизнь. Но это именно в вашей жизни. Как я вчера в сообществе написала, мы сюда пришли, что каждый чему-то научится друг от друга. У каждого, чтобы пройти свои уроки. Может быть, исправить что-то. Для одной души полезно одно, для другой души полезно другое. Но вот мы вот такие подобрались с Александром. Самое главное, чтобы было вместе комфортно. И чтобы вы были на одной волне. Если согласны, поставьте лайк, подпишитесь. И больше всей информации о наших путешествиях, что мы делаем, фотографии в моем телеграм-канале. Есть всегда ссылочка в инфобоксе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!